Британский драматург и кинокритик Том Стоппорт как-то сказал, если ваша цель изменить мир, то журналистика самое быстрое и действенное оружие для этого. Как настолько не называют, четвертая власть, акулы, пера и микрофона, всегда на передовой, постоянно, среди потоков информации, со считанным количеством выходных и отпусков. В начале июня в Украине поздравляют с профессиональным праздником журналистов. Традиционно лучших одесских репортеров, редакторов, операторов, режиссеров монтажа чествует президент Одесской юридической академии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Я считаю, что вот то, что мы делаем, ежегодно встречаемся с нашими журналистами, ежегодно встречаемся с теми, кто работает в сфере журналистики. Я считаю, что это очень важно, чтобы мы обращали внимание на тех журналистов, которые сегодня трудятся. Вот мы готовим будущих журналистов, и наши студенты факультета журналистики, они работают во всех средствах массовой информации, они работают везде, и это, наверное, очень важно. Мы готовим в целом для города, для области, для всей страны. Многие наши выпускники факультета журналистики давно работают в Киеве, во Львове, в Тернополе, в Николаеве. А лучшие, конечно, остаются в Одессе, так мне представляется. Уже почти 10 лет в состав Национального университета Одесская юридическая академия входит факультет журналистики, а в 2017 году там открыта новая специальность – международная журналистика. Для того, чтобы студенты овладели важными практическими навыками, стали настоящими профессионалами своего дела, смогли по завершению обучения начать успешную карьеру, созданы все условия. Молодые специалисты проходят практику на различных телеканалах, радио, газетах и интернет-изданиях не только Одессы, но и всей страны. Факультет активно сотрудничает с ведущими международными организациями, студенты и преподаватели участвуют в различных международных проектах. Журналистики нужно учиться каждый день. Когда мы открывали факультет, один из принципов нашего образования на факультете – это было то, что мы учимся, работаем. Мы ставили себе в плане, что начиная с первого курса студенты факультета журналистики сразу же будут сталкиваться с ситуацией практической. Наши ребята идут работать в журналистике, уже даже будучи второкурстниками. Некоторые пришли на практику после первого курса, и я вижу сегодня это успешные журналисты, которые умеют учиться и работать. Сегодня Одесская юрокадемия – не только центр подготовки молодых журналистов, но и место встречи опытных профессионалов во время проведения семинаров. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко – частый гость в стенах Национального университета Одесская юридическая академия. С будущими журналистами у него находится много тем для обсуждения. Кроме того, несколько раз университет посещал генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутеррес. Встречался со студентами, преподавателями и практикующими журналистами. Приятно, что здесь собираются журналисты разного поколения, и молодежь, и взрослые, и забота идет о каждом. Вручаются серьезные награды, и то, что сделает Сергей Васильевич, и университет, где есть кафедра журналистики, мне очень приятно общаться с молодыми журналистами, которые действительно приходят на смену старшего поколения. Здесь проводят серьезные семинары, встречи, брифинги. Председатель Национального союза журналиста Сергей Томиленко несколько раз приезжал. Традиционный праздник в Одесской юракадемии объединил представителей самых разных средств массовой информации Одесского региона. Телеканалов, газет, интернет-изданий, руководителей пресс-служб, органов государственной власти. Журналисты признаются, на приглашение всегда отзываются с особой теплотой. В обычной жизни встретиться в неформальной обстановке – большая редкость. А потому благодарны президенту юракадемии за такую объединяющую миссию. Так как-то совпало, что именно в этом году исполняется ровно 30 лет со дня основания измельского телевидения. Мне вообще, ну, на самом деле, приятно здесь находиться. Почему? Потому что не только как академика Украинской телевизионной академии. И, в общем-то, я являюсь членом жюри премии, главной премии страны «Телетриумф». И поэтому я знаю, что вообще журналисты – это особая каста. Это на самом деле каста. То, что я нахожусь здесь сейчас и получила такую большую награду, Вы знаете, ну, доказательство того, что мы, во-первых, сотрудничество, на самом деле, оно плодотворно. Вообще удивительное умение Сергея Васильевича Кивалова объединять. Объединять вот на той или иной основе, да. Сегодня это, в общем-то, конечно же, самое главное сегодня праздник журналистов. Вот. И насколько он чувствует время. И поэтому я хочу сказать вам, каждое слово, сказанное ним, ну, вот, в поздравлении, на самом деле, отозвалось в сердце. Вот. Очень приятно. И поэтому я просто хочу сказать, что, ну, огромное спасибо за то, что вообще, собственно, есть это тепло, есть это внимание. Вот. И, в общем-то, я очень надеюсь на то, что и в дальнейшем мы будем встречаться, в общем-то, по таким приятным поводам вообще. А самое главное – процветание. Как ультит у журналистики, юридической академии и, конечно же, президенту академии Сергею Васильевичу Кивалову. Здорово в профессиональный праздник собираться всем вместе, представителями, журналистам разных телекомпаний. Спасибо, что Сергей Васильевич уже который год нас объединяет в этот праздник, чтобы повидаться. Потому что профессия журналиста – это сегодня здесь, завтра там. С коллегами иногда встречаешься на съемках, но можешь быть и в разных местах и не встречаться. Это такой повод встретиться, повидаться, ну, наверное, да, чем-то друг друга порадовать. Потому что в нашей жизни хочется немножко, вот так сказать, отдать каких-то хороших положительных эмоций. Тем более наша профессия из большого многообразия всех профессий во время пандемии и карантина была востребована. Журналист – это очень сложная профессия, но и очень творческая. Занимаясь этой деятельностью, каждый человек, будь то оператор, будь то журналист, монтажер, он пропускает очень многое через себя. Да, конечно, это затрагивает всю его эмоциональную сторону. И времени на отдых мало, и на себя мало. Хочу поблагодарить, конечно, за приглашение на этот праздник. Действительно, мы на всех праздниках бываем, но не мы главные герои. Мы всегда за кадром, мы пишем, мы снимаем, мы освещаем все мероприятия. Но так редко, когда мы в центре внимания. Приятно. Хочу поблагодарить и Сергея Васильевича, и всех, кто организовал сегодняшний праздник. Приятно видеть коллег. Приятно видеть молодежь, которая учится в юридической академии на факультете журналистики. Я хочу пожелать всем, кто решил посвятить свою жизнь этой профессии, преуспевать, быть свободными, быть смелыми. Потому что в нашей профессии без этого нельзя. Во время праздничного вечера гостями торжества много говорилось о функции и роли журналиста в современном мире. Меняются поколения, аудитория, технологии. Но основные методы работы остаются неизменными. Порядочность, объективность, целеустремленность, трудолюбие. Журналист, который ищет информацию и пытается передать ее в понятном виде, но без особого желания разобраться в теме, случайный гость профессии, убеждены наши коллеги. Журналистика, да, это четвертая власть. И одна из самых древних профессий. То, что касается сегодняшнего дня, на самом деле, она была настолько актуальна. Почему? Потому что, мне кажется, что именно журналисты были на передовой. Именно они давали самую необходимую информацию всем, собственно, всем гражданам, да, всем гражданам Украины. То, что касается вообще непосредственно нашего телевидения, измаильского телевидения, мы уже многие годы сотрудничаем с масс-медиа вообще непосредственно Одессы и прежде всего с Одессской юридической академией и с вашими телеканалами. То, что касается вообще, вот, собственно, опять-таки нашей деятельности и сотрудничества, Измаил Одесса. Измил когда-то был вообще областным городом. Вот. Ну и, собственно, вот нас настолько так много связывает, что мы стараемся, учитывая, что ведь ваше масс-медиа транслирует очень много о деятельности непосредственно вообще всей Одессы, ну и, конечно же, об Одесской юридической академии, в общем-то, ну, как бы это совершенно такая вот, совершенно иная ипостась, да, очень такая большая, значимая. Так точно вот эта тема освещается и на нашем телеканале. Роль журналистов заключается в том, что они должны и, в общем-то, по мере сил выполняют эту функцию, они сообщают обществу о тех событиях, которые происходят. В связи с тем, что это их профессия, здесь присутствует некая профессиональная конкуренция и журналисты, естественно, пытаются эти новости, эти сообщения, эту информацию передать как можно быстрее обществу. А вот сегодняшний праздник, сегодняшние вот награждения медалями, наградами, знаками отличия – это определенный знак того, что профессия журналиста все равно востребована. Я говорю «все равно», потому что, ну, в последнее время идет определенная переоценка профессии, она звучит и в обществе, звучит и на уровне государства, то есть, звучит внутри нашей профессиональной среды, мы сами задаем себе этот вопрос, а для кого мы работаем, что мы делаем, кому это нужно, на что мы влияем. И я очень рад, что вот сегодняшний вот вечер – это подтверждение того, что да, мы нужны. Лучшие из лучших в своей профессии получили из рук президента Академии ценные награды. Также при участии Национального союза журналистов Украины были определены и отмечены почетными званиями «Журналисты года», «Оператор года», «Главный редактор года» и даже «Коллектив». Лучшим спортивным проектом 2021 года стала программа «Промоутер духа детского спорта» с Валентином Федоровым. Действительно очень приятно, несмотря на то, что я большую часть своей жизни посвятил именно юриспруденции, ну, гены, наверное, дают свое. Почему? Потому что огромная часть моей семьи, она посвятила всю свою жизнь именно журналистике – это и мой дедушка, и моя бабушка, и моя мама. Большой, замечательной командой, канал «Репортер». Мы запустили этот проект, вышло уже 7 выпусков, и очень приятно, что именно Национальный союз журналистов Украины признал наш спортивный проект спортивным проектом года. Естественно, что есть куда стремиться. Мы охватим огромное количество новых клубов в Одессе, в Одесской области. Мы охватим огромное количество боевых искусств, спортивных единоборств. Безусловно, было приятно получить награду из рук президента Национального университета Сергея Сергеевича Кивалова. Самое главное, что это человек, которому не чужд спорт, не чуждого разбития спорта. Вместе с ценными наградами и словами благодарности за тяжелый и нужный труд лучшие журналисты Одесского региона получили еще и заряд положительной энергии, которого точно должно хватить на ближайшие несколько недель. А уже завтра наши коллеги с камерами, микрофонами, диктофонами, фотоаппаратами отправятся на информационный фронт, добывать новости и создавать яркие сюжеты. Я искренне хочу поздравить всех журналистов с их профессиональным праздником. Хочу пожелать им, чтобы они были всегда в тонусе и у них все в жизни получалось. А самое главное, чтобы они от своей работы получали удовлетворение. Здоровья, благополучия, пусть вас хранит Господь на многие-многие десятилетия, дорогие мои друзья. Спасибо.